Украина отмечает 23-ю годовщину независимости. Торжественные мероприятия начались в церемонии поднятия государственного флага. Президент страны Пётр Порошенко возложил цветы к памятнику князю Владимиру, поэту Тарасу Шевченко и на месте гибели активистов Майдана. Нынешний день независимости украинцы встречают в условиях непрекращающихся военных действий на юго-востоке страны. В связи с этим президент Порошенко заявил. «Война вообще не наша инициатива. Она навязана нам извне. Выбор. Наш выбор. Это мир. Это осуществление мирного плана для Донбасса, который разработал и предложил ещё в июне. Украина высоко ценит поддержку со стороны тех, кто продемонстрировал, что на самом деле являются нашими друзьями и партнёрами. Страны Европейского Союза, Соединённых Штатов и других государств. Друзья, с нами весь мир». Затем на Крещатике состоялся военный парад, в котором приняли участие около 2,5 тысяч военнослужащих и курсантов. Были продемонстрированы новейшие образцы военной техники, изготовленные на Украине. Вся бронетехника и часть военных, по данным организаторов, сразу после парада будут направлены в зону спецоперации на Востоке. В Минске во вторник запланированы переговоры, призванные положить начало урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, в ходе которого погибли тысячи людей и сотни тысяч остались без крова. Ожидается, что в них примут участие президенты России и Украины, а также представители ЕС.